Всем привет, меня зовут Александр, мы с вами продолжаем играть Jurassic World Evolution, продолжаем наш небольшой марафон по этой игре, и я сейчас специально столкнул там Индомино с Астерексом, я попытался всех быстренько поднять, чтобы у нас снова было 5 звезд на этой карте, чтобы можно было, кстати, исследование завершено, чтобы можно было с чистой совестью, со спокойной душой переходить на следующую карту, у нас с вами здесь все было на самом деле выполнено, все ачивки, которые можно было добыть, мы добыли, так что можно переходить на Ислу Сорна. Ислу Сорна, настоящее испытание для управляющего 5 смертей, когда-то здесь располагался большой комплекс инген, но ныне он заброшен, преобразите местность и возродите инфраструктуру, чтобы вновь вдохнуть жизнь в это место, ну что ж, погнали, попытаемся это сделать. Это Ислу Сорна. На этом острове больше пространства, больше шансов преуспеть и, конечно, больше сюрпризов. Хоть их быть не должно, они все равно случаются. Такова жизнь. Объект Б. Остров, с которым доктор Малькольм знаком не понаслышке. С тех пор тут вновь воцарилась природа. Укротить это буйство, пожалуй, самая сложная задача. К слову об украшении. Местные обитатели те еще достопримечательности. Очень зубастые, должен вам сказать. Не позволяйте этому месту вас одурачить. Природа здесь, как и в Центральном парке в Нью-Йорке, вовсе не природа, а сложная иллюзия. Динозавры свободно разгуливают по острову. Но так ли это на самом деле? Ведь их здесь содержат, верно? Их положение и само их существование одновременно и реальны, и искусственны. Как это рекурсивный кошмар. Как фрактал Кривая Дракона, потенциально опасное множество Мандельброта. Фрактал, фракция. Одно и то же корневое слово на латыни. Ломать. Так что, как видите, творение и разрушение по сути одно и то же. О господи, здесь Вильспенозавр просто так гуляет. Представляешь? Наконец-то солнечный свет, наконец-то. Ну просто замечательно. И остров на самом деле большой здесь. Просто у нас будет с вами огромный простор для того, чтобы построить красивый парк. Прибыль в минуту 180 тысяч. Откуда? А, ну да, у нас же с вами это по большому счету уже парк, да? То есть здесь уже есть динозавры, и сюда уже прилетают люди, чтобы на них посмотреть. Только мне интересно, как они на них смотрят. Секундочку. Куда он вообще сейчас ломанулся? Он ломанулся куда-то в этом направлении. Давайте посмотрим, что здесь у нас происходит. Так, вот это вообще, черт побери, интересно. Здесь у нас с вами дорожка. Ммм, да, я все понял. Бетонные стены, дорожка и полностью открытый парк. Это, черт побери, очень интересно сделано. Давайте-ка быстренько сейчас пока что временно вот это вот прикроем, чтобы сюда этот спенозавр, который ломится к нам, щемится вовсюду, никого здесь не убил. Ладно, у нас с вами есть 6 миллионов. Деньги у нас потихонечку приходят по 180 тысяч. Так, у нас нету центра экспедиции, нету окаменелости, опять же, нету следовательского центра. Давайте-ка мы с вами прямо сейчас этих стыгозавриков вот так вот стеночкой и отрежем. У нас с вами здесь будет два вольера, на самом деле. Так, стыгозаврики у нас с вами внутри. Хорошо, и у них, если не ошибаюсь, еды-то нету. Построим вам сюда какую-нибудь кормушечку. Все, теперь у вас есть что покушать, а мы можем потихонечку начинать строить наш парк. О, наконец-то у нас с вами драка, а? Спенозавр и стыгозавр. Ого, так. Кто-то словил леща, но стыгозаврик не справится, конечно. У него уже мало здоровья. Эх, досадно. Фокус. И следующий удар будет последним. Ох, он вообще так лапает, и посмотри. Черт, черт, камера все время не с той стороны. Все, я все понял. Я все понял. У спенозавра еда здесь есть. А вот у стыгозавриков как бы не очень много еды. Все хорошо, ты только сюда не ходи. Ну, в принципе, стена у нас с вами присутствует. Мертвый динозавр. Да что мне с ними делать? Пускай кушает. У нас сейчас с вами довольно-таки много денег. Шесть миллионов. Нам этого хватит. Плюс большое количество людей, которые приходят, смотрят на нашу инфраструктуру и уходят отсюда. О, здесь пруд. О, здесь пруд. Знаете, как часто бывает. Приходишь в какой-нибудь зоопарк. Самый обычный, настоящий зоопарк, я имею ввиду. И при входе у тебя сразу какие-то идут вольеры. Ну, с самыми обычными динозавриками, которые, как это сказать, безопасные, так скажем. Да? Я предлагаю, почему бы сюда нам не вывезти каких-нибудь прям вот... Ой, как красиво. Смотри, ни разу не обращал внимания, что так близко летят здесь попугая. Так вот, почему бы нам с вами прямо вот здесь вот каких-нибудь галимимчиков не производить? Или что-нибудь типа того? То есть можно здесь вот это все отгородить прям под рисочку, по краешку. Вот так вот аккуратненько. Секунду. Так, по прямой. Не в ту сторону. Вот так вот. Здесь тоже пошло, наверное, по прямой. Тихо. Мало здоровья. Опять они там устроили. Опять со стегозавром, а. Здесь у нас будет прямая стена. Слушай, здесь прям такое большое пространство получается. Реально, довольно-таки крупный загон выходит. Очень много воды. Мы сейчас воду с вами немножечко уберем. Мне кажется, столько воды здесь абсолютно не нужно. Так, и сюда подключили. Отлично. Соответственно, быстренько с вами берем ландшафт. Здесь будем все делать, стараться по красоте. Но, честно говоря, это все на самом деле красота. Это такая относительная, субъективная штука. Кто-то любит прямые линии, да? Чтобы все вольеры были там, не знаю, ну, квадратными, прямоугольными. Я люблю делать что-то такое хаотичное немножечко, чтобы оно выглядело как-то более-менее естественно, если так что-ли выразится. Отлично. С этим у нас здесь все в порядке. Здесь у нас будут всякие галимимчики, струтиамимчики. Их будет здесь немножко. Но это просто так на затравочку публики. Соответственно, вот это пошло сюда. Здесь у нас сразу с вами будет стоять смотровая галерея. Причем галерею совершенно не обязательно, кстати, цеплять на... Ну, то есть вот сюда, на какой-нибудь из стенок, да? Это совершенно не обязательно. Галерею можно поставить и просто так. То есть она может вот так вот стоять. И она вполне работает, у нее есть отличный охват. Из нее все прекрасно видно. То есть, как видите, эта галерея, она будет работать и просто так. То есть у нее, в нее уже даже как бы стоят люди. Ну-ка, здесь как-нибудь показано сколько людей. Гости 159. Ну, хотя там показано совсем чуть-чуть. И теперь можно спокойненько вывести динозавра. Только давайте делаем так. Так, улучшение, не скорость, конечно, шанс на успех, купить. Дальше шанс на успех 2.0, купить. И сюда тоже быстренько купить. Так как прошлый остров мы с вами проходили очень быстро, на этом острове будем очень вдумчиво так все делать, чтобы у нас все с вами было по красоте. У нас появляется еще парочка галемимчиков. Вообще они прикольные. Они здесь будут ходить, общаться между собой. Это действительно круто. И если не ошибаюсь, к ним сюда можно подселить. Давайте посмотрим. Ну-ка, галемим выпускается. Давайте вывести динозавра. Архиарнетомиму можно подселить, да? То есть, мне кажется... О, кстати, у нас все модифицировано. А, я могу еще раскрас какой-нибудь тебе поставить интересный? А у нас и так, в принципе, использован, смотрите, типовой ген побережья. Пускай будет хорошо. 60% шанс, да, живучесть чем. Ну ладно, давай попытаемся парочку вывести. Хорошо, может быть, получится. И еще одного вывести, 114 тысяч. Это нам немножечко добавит разнообразия уже в парк. Ну что ж, я тут совсем капельку позаморочился. Совсем-совсем чуть-чуть. Как помните, мы с вами построили загончик. Соответственно, здесь у меня вот такой административный городок. Все обнесено еще стеной. Ну, это просто для красоты, на самом деле. То есть, все, что нужно. У меня здесь и большая электростанция стоит, и оса, и рейнджеры, и все дела. Дальше, ну, просто так построил прудик. Здесь у нас будет начало монорельса. То есть, у нас народ прибывает, сразу отель стоит. Дальше у нас магазин, магазин, магазины. Путь монорельса. Почему я его поставил здесь? Потому что у нас здесь теперь монорельс будет такой кольцевой. Он будет охватывать весь остров. Давайте нажмем карту, чтобы видеть границы. Будет вот так вот идти по кольцу, по кольцу. И возвращаться обратно. Естественно, я, наверное, не буду стройку добавлять в выпуск. Потому что это довольно-таки много заняло времени. И вот здесь вот, на самом деле, я бы уже хотел начать строить загон с травоядными. И так как у нас, смотрите, вот здесь вот так вот гора немножечко срезает, у меня появилась идея травоядных, кстати, у них здесь... Господи, это все пусто. Это на самом деле нужно отсюда снести. Да, убрать. Все это с вами пока что убираем. Они там временно были отгорожены. Так вот, а почему бы нам с вами здесь не построить все вот таким треугольником? То есть, ну, как бы, может и не треугольником, может быть трапецией. Вполне, можно действительно трапецией это сделать. Так, соответственно, вот сюда. Теперь у нас с вами пошло как-нибудь вот так вот. В первую очередь мы с вами продумаем смотровые галереи, чтобы они у нас все абсолютно охватывали. То есть, вот эта галерея пошла вот сюда. Раз. Все, вот так вот галереи у нас станут. Теперь мы можем построить между ними как раз ограждение. Так, оса свое дело делает. Мы сейчас тоже немножечко его отсюда... Ну-ка, давай, отбегай. Ну, ты чего, эй? Камон! Есть, отлично, испугался. Все. Все, замечательно. Можно спокойно сейчас достроить здесь загон. Тихо, тихо, тихо. Че там? Угроза динозавра? Кому угроза-то, эй? Вертолет ОСА. Добавить задачу. Туда. И нам где-то здесь нужно поставить еще одну большую электростанцию. Одной, потому что нам не хватает катастрофически. Так, это пошло сюда. Давай-ка быстренько с тобой дорогу как-нибудь из нее выведем. Так. Сюда. И пошла она у нас вот так вот сразу вниз. Нормуль. Ну и вот, теперь у нас с вами здесь все замечательно. То есть, у нас есть небольшой такой загончик с травоядными. Стагозаврики. У вас все хорошо. Популяция, общительность, пастбище, лес. Все нормально. Можно даже, по идее, им еще и сюда куда-нибудь подсадить парочку. Ну ладно, пускай пока что они здесь в таком будет составе. А там уже дальше будет видно. И что самое интересное. У нас же с вами где-то здесь спинозавр ходит, да? Или уже не ходит? Ну-ка. А спинозавр здесь уже нифига не ходит. Я все понял. Так вот, у нас с вами рейтинг зданий уже почти пятерочка. То есть, нам на самом деле, по большому счету, поставить сюда еще какой-нибудь отельчик. То есть, вот буквально гости. Вот сюда. Просто вот тут с вами еще один отель, да? И все. И у нас с вами будет уже, скорее всего, рейтинг зданий пятерка. Соответственно, я что думаю? Знаете, что можно сделать? Ну, то есть, если уж мы начали что-то такое интересное строить, почему бы нас с вами один разик с этим делом не проэкспериментировать? То есть, у нас с вами есть огромный парк, который мы можем и не застраивать, на самом деле. Нам нужно просто... Секундочку. Нет, так не годится абсолютно. Нам нужно здесь немножечко все это дело подрасчистить. Поднять, наверное, ландшафт. Давайте это сейчас быстро сделаем. То есть, моя задумка заключается в следующем. Нам нужно поставить сюда ограничение рельефа. Но здесь вообще места не очень много. Ну, давай, 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 придумай, куда поставиться. Ну-ка, хорошо. Вот, отлично. Сюда поставим одну с вами лабораторию Хэммонда. И вот сюда поставим вторую лабораторию Хэммонда. Так, секундочку, нужно убрать все лишнее. Деревья могу идти убрать? Нет, это вне зоны действия. Так, хорошо. Теперь нам нужно будет обязательно в первую очередь провести сюда дорогу. Дорогу давайте, чтобы она у нас немножко отличалась. Проведем вот такую. Конечно, посетители будут сюда шастать, но с этим ничего не поделаешь. Они... Вот эта вот система с дорогами, она немножечко, честно говоря, подбешивает. Давай вот это все убираем с тобой, да. Так, я думаю, вы поняли, что я собираюсь сделать. Теперь нам с вами понадобятся самые хорошие стены. И попытаемся их подсоединить как-нибудь... На самом деле, что-то дороговато немножко. Попытаемся с вами сделать вот так вот, да. Шлеп. Все есть. Я надеюсь, что там никто не проползет. Вроде не должны. Ну-ка. Хорошо, что титанобова, кстати, нету, чтобы они могли перемахнуть через это дело. Проползти где-нибудь действительно сверху. Ну-ка. И это поставили сюда, да? То есть вот прям даже за границу поставили. А я здесь могу за границу поставить? Ну-ка. За границу. Нет, за границу здесь не получается. И то же самое повторяем с той стороны. Так, ворота мы с вами здесь поставили. И следующее, что нужно обязательно сделать, это просто станция гиросферы. То есть, секундочку. Вот так вот, честно говоря, одна станция. Хорошо. А, ты уже мне сразу предлагаешь что-ли путь строить, да? Ты мне сразу предлагаешь построить путь. Так, с первой гиросферой закончено. И у нас прям сразу гиросферы, что ли, поехали, да? Народ поехал смотреть. Окей, хорошо, договорились. Последний штрих, который нужно будет сделать, это путь монорельса, который будет проходить через всю территорию. Но это я сейчас быстренько сделаю за кадром. Ну что ж, я здесь построил монорельс и уже все продумал, как я буду здесь строить этот парк. То есть, вы как поняли, у нас с вами вся часть, где будут люди, отгорожена вот здесь. То есть, здесь у нас будут и отели, шоппинги, всякие разные штурмовые станции и прочее, прочее, прочее. А вот здесь у нас будет с вами проходить через весь парк монорельс. И здесь просто будут гулять животные. Я заранее расставил все кормушечки рядом с монорельсом. Потому что монорельс это еще как бы и обзор животных. То есть, когда монорельс едет, они видят, соответственно, у них есть вот этот радиус, Где они видят животных И если здесь что-то будет происходить Люди, которые на монорельсе, они будут довольны Соответственно, сейчас по статистике у меня получается Давайте посмотрим рейтинг острова Рейтинг зданий, как меня власти прилетели 95 рейтинг транспорта, рейтинг шоппинга 55 Ну, то есть нужно шоппинг-то, там, не знаю, пищу И прочую-прочую ерунду немножечко повысить А также видимость динозавров немножечко хромает, мне кажется Да, 60%, маловато И я на данный момент вот этот выпуск снимаю уже полдня Потому что я тут немножечко сижу, тестирую И пытаюсь сам разобраться с некоторыми механиками Это можно было бы делать в выпуске И у нас бы получилось много затупов Но я решил все-таки это сделать именно так То есть я сейчас все эти записи, там, нескольких часов записи Где я тут тупил, выкинул И вроде я потихонечку разобрался То есть смотрите, у нас с вами, у всех травоядных Есть комфорт, который складывается из нескольких показателей Пастбище, лес, вода, еда То есть если с пастбищем, лесом И у нас вообще никаких проблем нету Потому что мы с вами здесь сделали Огромную-огромную открытую территорию для динозавров То у них есть еще один показатель Популяция и общительность То есть, например, паразаврикам нужно, чтобы их было Как минимум 3-4 вместе Ну 4, если не ошибаюсь Чтобы общительность была на зеленой, на синей полосе И они себя чувствовали хорошо Ну и соответственно, чтобы популяция была в синей зоне А вот, например, пахи-цифлозаврики Где у нас пахи? Я тут вывел их Пахи-пахи Это паразавр, паразавр Или я всех пахи убрал? Секундочку Нет, вот пахи Вот паразавр Вот пахи Смотрите, вот как раз Хороший пример Вот у нас пахи с очень низкой общительностью Потому что рядом есть только еще один пахи И комфорт у него на 100 А популяция, уже видите Почти на границе красного То есть, если я сейчас сюда закидываю еще 2 пахи То популяция будет чересчур большая Сейчас у нас как раз 2 штуки вывелось Давайте их быстренько выпустим Но это дело мы сейчас с вами попытаемся Немножечко изменить Опять же, я уже в выпуске показал Что я расставил кормушки Вот так вот вдоль Пути следования монорелиса Но это было неправильно Потому что все травоядные разбрелись И, соответственно, у них стала Вот эта вот популяция, общительность Проседать очень серьезно И начались очень большие проблемы Так, у нас окаменелости прилетели Давайте быстренько сейчас все соберем Что это такое? Формация Макунда Хорошо, сделаем сейчас Подожди Здесь у нас Мотобурозавр Хорошо, излечь Но это травоядная, если не ошибаюсь Давайте продать Продать Это все быстренько с вами продаем Денег у нас с вами просто огромное количество Так, излечь доминка Зауропельта Гигантоспинозавр Я вообще даже не знаю, что это такое Я такого, честно говоря, динозавра не видел раньше Возвращаемся к нашим динозаврам Ко всей этой системе То есть я расставил все кормушки Рядом с друг дружкой Чтобы они были примерно все в одном месте Иначе они разбредаются И у них начинаются проблемы То есть я хочу в этом парке сделать так Чтобы у нас динозавры с вами были свободными Награда за рейтинг острова Управляемая гиросфера Смотровые сооружения Прикольно, ладно, хорошо А, управляемая гиросфера? Да ладно Шикарно, выпускаем с вами еще одного комарозавра Я вывел двоих, если не ошибаюсь У меня вот здесь у нас должен был уже быть диплодок Нет, 99%, 100% Выпустить динозавра И давайте прям сразу к нему в компанию Это динозавр Комарозавр Зримое воплощение разнообразия фауны Позднего юрского периода Похож на прочих зауроподов Но голова больше А давай-ка на него тогда взглянем Если у него больше голова Комарозавр Он, честно говоря, очень похож на бронтозавра Из Арксурвайвл и Волл Потому что у него как раз тоже голова такая большая Ну, есть некое схожество То есть понять вот эту всю фишку с кормушками Что они должны быть вместе Чтобы они не разбредались Чтобы у нас не было проблем потом С перенаселенностью Или с общением у них То есть вот это все заняло довольно-таки много времени Ну и плюс Мне не понравился некоторый момент, который я снял Поэтому я решил доснять дополнительные материалы И у нас немножечко из-за этого выпуск сегодня задержится Но зато я постараюсь его сделать более интересным Чему он мог бы быть И как вы помните Мы теперь можем, если не ошибаясь, управлять гиросферой Точно, ты посмотри Черт, штурмовое предупреждение А я могу как-нибудь сменить камеру? О, я могу изнутри Я могу изнутри смотреть Класс Шикарно Слушайте, я такого абсолютно не ожидал А я могу съехать с пути гиросферы? Точно, вы нас помните же, ребята Съехали с пути? Поехали немножко покатаемся А кто у меня там в гиросфере сейчас едет? Мне кажется, девушка какая-то Женщина, да? И мужчина Понятно, ясно Ну ладно, деревья у нас коллизии не имеют Секундочку Все, оружие не повреждено Это буря началась Это ничего страшного Это просто началась буря Ну-ка Добавить задачу Ремонтировать Оуу, май гад У нас здесь с вами смерч Вот это да Но я типа Открыл сейчас все убежище То есть все в порядке Я просто не ожидал, что на этой карте тоже есть смерч Потому что до этого ни одного не случилось Зараза такая Надеюсь, что он ко мне не придет Ладно, хорошо Давай здесь тоже чини И здесь тоже чини Пожалуйста, не надо ко мне идти Смерч Не надо ко мне идти Только этого мне не хватало Слушайте, нам прям здесь очень серьезно повезло Что он где-то там зацепился Кстати, смерч здесь Смотрите, когда мы внутрь смерча залезаем У нас прям Если даже вот сюда куда-нибудь, да? У нас прям даже камера раскачивается Насколько это все круто сделано Оу, здесь смотри Пожар Я никогда не обращал внимания, что здесь настолько все проработано Это очень круто Проработка на самом деле просто поражает Здесь есть нюансы Связанные с динозаврами Над которыми еще нужно работать Работать и работать Но все равно Вот та Все равно все те вещи, которые здесь есть Это просто мега круто, ребят То есть вот тот фронт работ, который был проделан над этой игрой Мало таких хорошо проработанных игр на самом деле на рынке Так Лаборатория Я просто слышал огромное количество претензий за то, что там, например, в деревья не врезаешься В людей не врезаешься, да? Вы представляете, сколько здесь по парку ходит тысяч вот этих вот людей Которые, ну, нарисованные В которых нету коллизии А теперь задумайтесь Если им добавить коллизию То есть столкновение с ними, чтобы они были жесткими объектами То все Оптимизация до свидания Никакой бы компьютер все это дело бы не вытащил Здесь у нас вообще кошмар Здесь у нас вообще кошмар Так, давайте ремонтируем Здесь перезагрузить Здесь отремонтировать Пополнить кормушку Вроде все ок Вроде все с вами сделали И вот на этой стадии Пока у нас с вами нету никаких циротопсидов То есть животных по типу отрициротопсиков Или теразавров, да? Я предлагаю вывести вот здесь вот Одного зухамимчика Не улучшенного Просто выводим зухамима А вот с той стороны мы с вами выведем одного спинозавра Если не ошибаюсь Ни паразавры, ни цинтоазавры не могут дать им отпор То есть они единственное, что могут сделать Это постараться убежать А здесь у нас будет спинозавр 94% геном, да? Вывести за 2 миллиона Ладно Ну что ж, у нас все готово Здесь у нас с вами спинозавр Давайте выпускать Наш первый спинозавр, которого именно мы вывели Правда 96% геном Сейчас он пойдет кушать Красавчик Господи, какая хищная тваря Как классно все-таки Как же классно он сделан Я не знаю этого динозавра Это спинозавр Назван так из-за гребня на спине Ха-ха Да это очевидно И людям без докторской степени Достигли дохода И вот здесь у нас с вами Зухамим Вот это просто блеск Некое сходство между ними, конечно, есть Но Зухамим здесь конкретно Он и подешевле И поменьше Но при этом не менее хищный Ну что? Это динозавр, напоминающий крокодила Или Зухамим Крупный, питается мясом Весь его облик говорит Не подходи Пришел к марозаврам немножко их понюхать Хорошо Понюхал, доволен Так Чего дальше будешь делать? Сейчас пойдем посмотрим, что у нас на спинозавр творит Мне кажется, он пошел парозавров купить А у этого здесь цинтоазавры Посередине пахи Ладно, он просто так медленно идет Черт, у нас новое сообщение, новое задание Есть кое-что, что может пригодиться нам обоим И повысить наш авторитет в организации Будь я на вашем месте, знаю, чтобы я ответила на такое предложение Смотрите, как интересно Пентоцератопс, кентрозавр, метрикантозавр, трицератопс и апатозавр То есть нам нужно с вами хищника одного Посадить вместе с ними Причем с геномом 100% И чтобы они друг друга не переубивали То есть у меня на самом деле прям все идеально Только у меня некоторых геномов не хватает Ну а начнем задание У меня все идеально У меня просто идеальнейшие условия для выполнения этого задания То есть я как в воду глядел Угу А я вот именно здесь этого создал Наша цель Создать один огромный загон для разных видов динозавров Начнем с детенышей и посмотрим Как они будут взаимодействовать и уживаться друг с другом Естественный отбор в миниатюре? Таков ваш план? Воссоздать природу искусственным путем? Если не сделаете все как надо Динозавры учуют, что что-то не так Тут-то вы и окажетесь у них в когтях Да ладно тебе? Ты смотри у меня какой загон огромный Вот я, я, они как Слушайте, я как в воду глядел Я прям сам не верю, что я воссоздал этот огромный загон Просто дичайших размеров И тут мне такое задание приходит Но знаете, это вообще было похоже вот в самом начале Что здесь этот остров весь и задумывался для этого Кстати, он слопал одного паразаврика И типа, ну вот, пришел попить водички И типа этих не трогает А эти придурки просто рядом с ним тусят Вы что, издеваетесь? Пошли вон отсюда, он сейчас вас сожрет Но все, началось Вас туда сюда никто вообще не звал Причем, смотри, мне кажется, он их просто отогнал Да, и все, остановился Ну-ка, секундочку, что у него там? Бродит, здоров Еда, вода, на максимум комфорт Пастбище, лес, популяция, общительность Что-то меняли в игре? Выходили же патчи, да? Ну точно выходили патчи, абсолютно точно И может быть они что-то немножечко поменяли в поведении? Ну давай посмотрим Ну не-не-не, он пошел грызть паразавр Оп Ух ты, господи, а Нет, у паразавров вообще нету шансов Я все понял Против спинозавра вообще ноль шансов С одного укуса Переламывает шею И до свидания Фу, а здесь что у нас творится? Ммм, Зухамим, ты где? А вот и Зухамим Вовремя успели Та же самая история? Примерно та же самая Опа Ну Ну да, но он поменьше Но примерно та же самая история И дальше он уже кушает И честно говоря, я хотел еще одну маленькую деталь добавить на этот остров Миниатюрную Прям совсем-совсем-совсем масенькую Только пока что не решил, где это сделать Может быть прямо здесь? Здесь у нас с вами сейчас пахи бродят Да я думаю, что прямо здесь это и сделаю Мне кажется, это будет самое правильное и самое идеальное Здесь же у нас с вами люди как раз, да? Соответственно, нам с вами нужно для начала сейчас быстренько усыпить всех пахи Вы поймете, что я хочу сделать Добавляем список И следующий у нас будет Зухамим Он просто пришел сюда Встал на кормушке травоядных И ждет, когда травоядные будут приходить кушать Чтобы он кушал их Ладно, давай быстренько усыпляй всех Иначе он сейчас здесь всех центозавров у нас зарубит Кстати, если уж на то пошло То мы с вами должны вывести сейчас новых центозавров И новых паразавриков Потому что нам очень много всех их порубили Ну что ж, вот у нас летит первая наша звезда А вон вторая Честно говоря, я понимаю Теперь, когда вот увидел их Увидел их в действии Что, скорее всего, спинозавр выиграет Потому что Зухамим просто-напросто меньше Но сейчас проверим это на практике Потому что, в принципе, шансы есть У Зухамимчика Он довольно-таки быстрый И, на самом деле, за это время Он успел зарубить троих центозавриков А вот... А почему пахинь не забран? Ну-ка, секундочку Служба перевозок Сейчас прилетят, заберут Я понял, его нельзя отсюда забрать Просто не хватило вертолетов А спинозавр зарубил всего двоих Паразавролов Но, может быть, просто паразавролов Разбрелись Может быть, спинозавр Не так активно за ними охотился Я все понял Зухамимчик покушал Пахицефлозавру Увести не успели Ладно Это, на самом деле, очень плохо Но ничего страшного Доставка завершена А вот это уже гораздо интереснее Че там-то все кушает и кушает Ты че там кушаешь, эй? Че ты там все пожираешь? Ну-ка Таааак Они встретились взглядом И что в итоге? Шесть Удар Есть Пошла драка Сколько? 61%, да? Ух, больно Так, Зухамим ударил в ответку Но, мне кажется, спинозавр и больше, и сильнее Вот это да Еще укус Мало здоровья У спинозавра мало здоровья Ты шутишь? Да ты шутишь? Ох, какая-то красота Как мне убрать справа вот эту вот фигню? Я не знаю Блин, зараза Извините, ребят Я бы убрал Так, мало здоровья у Зухамима Такое ощущение, как будто бы у нас закат какой-то, что ли Вечер начинается, да? Что у него по здоровью? 46%, да? И они вроде как-то разошлись Идет 25%, 47% Хорошо А почему вы разошлись по разным углам? Восполняет здоровье Ладно Популяция, общительность, пастбище Ой, нет Сейчас все-таки Нет, спинозавр, мне кажется, сейчас победит Черт Мало здоровья у Зухамима Значит, сейчас будет удар Да Очень сильный удар Все, у Зухамима нет сил Все Черт Да, все Спинозавр здесь побеждает Я тебя понял Сколько процентов здоровья? 50 Ясно На самом деле, Зухамим вначале очень-очень неплохо начал атаковать Завладел инициативой Но из-за того, что спинозавр просто оказался сам по себе сильнее и крупнее Он просто задавил его вот этой мощью и массой Да, досадно Если бы Зухамим был бы чуть-чуть посильнее Если бы чуть-чуть изменить у него геном То, возможно, он бы выиграл Но давайте проверим это уже в следующем выпуске А на этом этот выпуск будем завершать Я надеюсь, что вам понравился Мы сегодня здесь полностью отгрохали вот этот огромный парк Там люди, я думаю, довольны Кстати, мне не нравится, что Ему чуть-чуть не хватает Прям чуть-чуть не хватает места в этом вольере То есть, на самом деле, можно, мне кажется, как-то им сделать Тихо, вот так вот Я понимаю, что это как бы не очень здесь так красиво получается Но, с другой стороны, нам сейчас это прям вот капельки не хватает ему Во! Все! Прям чуть-чуть везде по чуть-чуть увеличил Прям по треугольничку И сразу пастбище ему стало хватать И комфорт 100% Нормально Ну что ж, давайте на этом этот выпуск завершим В следующем выпуске подкинем ему чуть-чуть посильнее Зухамимчика И тогда уже посмотрим, кто справится Я надеюсь, что вам этот выпуск понравился Я постарался прям за один выпуск сразу развить парк Чтобы у нас, ну, не нужно было вас мучить этой постройкой Как видите, у нас удалось установить довольно-таки такую стабильную экосистему Где у нас всего хватает нашим травоядным Они не разбредаются по большой территории И, соответственно, у них там общительность не проседает То есть, и у пахицы флозавриков здесь все хорошо И кто-то где-то заболел Секундочку, этот разлагается, его можно убрать А, вот здесь заболел Но здесь они, бывает, болеют Давай быстренько сейчас задача вылечить Все хорошо Кстати Кстати, помимо этого добавить задачу, пускай Ага, начинается эпидемия, я понял Я в последнее время динозаврам не давал имен Просто потому, что непонятно было, кто из них там останется Кто умрет Соответственно, опять же, я пытался как можно быстрее пройти вот этот ночной остров А вот на Ислану Блару у нас будет совершенно отдельная тематика В ближайшее время она начнется Будет выходить в виде отдельных выпусков Там у нас будут исключительно бои между динозаврами А вот здесь, на этом острове, мы попытаемся создать экосистему Ну, хоть какую-то Хоть что-то похожее на экосистему Естественно, в рамках этой игры пока что это сделать невозможно Потому что поведение хищников здесь довольно-таки паршивое В том плане, что они просто рубят все подряд Я очень сильно надеюсь, что разработчик изменит поведение хищников И добавит им охоту в зависимости от потребности в пище То есть то, как это и должно быть Да, то есть пока что этого нету Пока что выпускаешь хищника И он пошел все месить, все, что видит И это, черт побери, убивает всю экосистему вот таких островов То есть я могу здесь создать экосистему, например, травоядных Чтобы они группками жили Но при добавлении сюда крупных хищников Они всю эту экосистему спиливают на самом деле И я просто хочу попытаться добавить сюда трицератопсиков Чтобы посмотреть, насколько они могут хорошо противостоять хищникам Вот в такой вот дикой вот природе И что из этого получится А на этом этот выпуск давайте завершать Если вам понравилось, пожалуйста, поставьте лайк Не забывайте подписываться, чтобы не пропускать новые выпуски Тем более у нас с вами вот-вот начнутся схватки с динозаврами на Ислану Блар Так что обязательно подписывайтесь и нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить Удачи, друзья, пока Удачи, друзья, пока Увидимся в следующем выпуске Продолжение следует...